Правоохранители собираются выйти к законотворцам региона с особой инициативой. Они предлагают бороться с преступлениями в сети, жертвами которых все чаще становятся несовершеннолетними, с помощью сайта Госуслуг. Сейчас со мной в студии моя коллега Анастасия Драган. Настя, привет. Как связано одно с другим? Ира, привет. Связь на самом деле очень простая, и она правда может быть эффективной. Правоохранители рассуждают так. Если сделать государственный портал-площадкой для регистрации в социальных сетях, это как минимум очистить сеть от фейковых страниц, а именно с них пишут детям. Масштаб этих преступлений растет с каждым месяцем. Следственный комитет по краю приводит такие данные. Если в 2014 году во всей стране было зарегистрировано 276 преступлений в сети в отношении несовершеннолетних, то на Алтае только за последние три месяца их 76. Если говорить о нашем регионе, то это почти втрое больше, чем в прошлом году. По данным правоохранителей, в основном жертвами цифровых преступников становятся подростки. Но растет и число тех, кто попадает в поле зрения нарушителей закона в более юном возрасте. Картинки весьма условны, пол на самом деле значения не имеет. Для маленьких пользователей интернета в этом плане становятся наиболее опасными такие соцсети, как ВКонтакте и Одноклассники. В Алтайском крае живет полмиллиона детей. Тактика нехитрая. Сначала с ребенком пытаются завязать дружеские связи. Ухаживание, комплименты своеобразные, как это можно назвать. И, соответственно, выстраивается какая-то зависимость с ребенком. В силу такого неустойчивого психического состояния ребенка. Потому что возраст переходный, может быть, нехватка какого-то внимания. Может быть, со стороны родителей, может быть, со стороны сверстников. И заполняется вот это пространство именно большим количеством времени общения с таким человеком. Как правило, дети общаются с фейками. Преступники выдают себя за несовершеннолетних или даже взрослых, которые проводят конкурсы. Это еще один распространенный метод. Мошенники пишут, если хотите получить айфон или еще какой-нибудь гаджет, пришлите фото. И далеко не всегда это фото лица. Если ребенок и отказывается на каком-то этапе, то его шантажируют уже полученными кадрами. Я могу зарегистрировать любого другого человека. Причем так же взломышленники делают. То есть они получили отказ от подкрепшего в дальнейшем присылатки фотографии, записи в конец задания. Что делают? Создают дубликат странички с этого же самого подкрепшего. С каким же ответом данным. Скачивают фотографии, размещают фотографии комплектирующего характера. Добавляют друзья, все, кто был в друзьях, упользовались. Все это видят. И представляете, какой ущерб ребенку выносится. Кстати, есть реальные случаи, когда эти фото для выигрыша делали мамы детей. А когда понимали, что перед ними преступник, обо всем забывали. Ведь они тоже совершали противоправные действия. Но даже если такого и не происходило, родители с опаской относятся к обращению в полицию. Боятся, что потом у ребенка могут быть проблемы с трудоустройством. Вести дело мешает еще и расстояние. Следователь в Барнауле, потерпевший в Чите, а преступник в Центральной России, или Казахстане, или Украине. Эта сеть, это остаются следы, они долго хранятся, поэтому здесь проблем нет. Использование там VPN других государств, ну и процентов вот сколько, 20, наверное, да, не больше. Не больше, да. То есть это либо Российская Федерация, то есть у нас бывали случаи, когда мы там следовали из Санкт-Петербурга, а в итоге мы установили, что преступник буквально на соседней улице жил в Барнауле. По данным следователей, VPN-сервисом пользуется один из десяти преступников. Больше урон наносят фейковые страницы. Но все не так печально. Дети порой проявляют разумность. К примеру, недавно в Заринском районе они сами устроили засаду для преступника, когда некто в интернете предложил 12-летнему мальчику встретиться. Сначала, значит, отказал, что с ума сошел, а затем рассказал своим старшим друзьям. Они сказали, а давай назначим встречу, и мы поможем его поймать. Вот они назначили встречу, так самый называемый злоумышленник пришел, и они вызвали сотрудников полиции. Теперь мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но преступление против половой неприкосновенности – лишь один из разделов. Чаще всего дети попадают на мошенников и распространителей наркотиков. Правоохранители напоминают родителям, что стоит почаще разговаривать с ребенком, следить за его общением в сети и просто любить его. Ведь часто из-за чувства стыда и боязни родителей подростки до последнего скрывают шантаж преступников.